МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Форум «Стратегия, стабильность и развитие» собрал 500 участников, в том числе московские гости и ведущие федеральных каналов. Школа внешнего наблюдения. Больше ста человек прошли специальный курс, который позволит грамотно работать на избирательных участках. На Колыне 600 человек воспользовались правом досрочного голосования. До 17 марта необходимо совершить еще несколько удаленных маршрутов на побережье Охотского моря. Городское общежитие погрязло в антисанитарии. Ситуацию с мертвой точки сдвинул звонок на прямую линию мэру Магадана. Об этом и многом другом за 15 минут. Хлеба, зрелищ и серьезных разговоров хватило на всех. Форум «Стратегия, стабильность и развитие» прошел сегодня в Магадане. Спорткомплекс «Колымский» уместил более полутысячи участников и десятки экспозиций. Первой гостей встречала гибридная фото-видео установка. Проект молодых магаданских кинематографистов любую съемку делает эффектнее. Энтузиасты вложили уже более миллиона рублей. На таком уровне качества, насколько мне известно, снимаем только мы в России. Я думаю, дело в том, что у меня просто мечта собрать огромную установку. В этой пока что 10 камер. У меня желание собрать именно 50, 100, одно из самых крупных в мире сделать. Нужно быть первым. Быть первым в этих очередях стремились многие. На форуме гастрономические достижения представили пекари, рыбаки, фермеры. Наибольшим спросом пользовалась продукция «Комарова». В 96-м начинали с двух коров. Сегодня более полутысячи. Основная база предприятия в поселке Снежный. Молодежь стремится. Молодежь хочет знать. Сегодня ребята, девчонки приходят на практику, снимают в поселке квартиры, чтобы проходить практику. Это все-таки желание работать. Свои достижения и планы на форуме представила и мэрия Магадана. Стенды посвятили спорт-объектам, проектам «Открытый Магадан и народный контроль», а также увеличивающимся объемам строительства. «Почти 30 лет в городе Магадане не строилось ни одной школы. В этом году мы начнем строительство школы. Мы подготовили проектно-сметную документацию на школу в поселке Снежный. Мы подготовили проектно-сметную документацию и прошли экспертизу по бассейну в городе Магадане. Вообще в городе около 80 строек сейчас ведется». Губернатор Магаданской области открыл панельную дискуссию форума. Вступительное слово Владимир Печеный посвятил заслугам колымских недропользователей. В минувшем году в регионе добыто более 32 тонн золота. Для сравнения, в 2014-м менее 25. Выступил на форуме и московский гость. Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик отметил, что субсидирование авиаперелетов жителей Дальнего Востока будет продолжено. Продажи откроются 14 марта. В этом году программа действует до декабря. В полку прибыло. К колымскому избиркому на выборах президента страны будут помогать наблюдатели от общественной палаты региона. 105 человек уже прошли обучение на специальных курсах. В их обязанности входит контроль за ходом голосования и пресечение возможных нарушений, как со стороны избирателей, так и со стороны членов участковых комиссий. Тамара Сергеева за выборами наблюдает уже несколько лет. Был случай на участке. Работала 20 часов. До 4 утра. Я мотивирую себя прежде всего, что выборы должны быть честными. Поэтому я до самого победного конца нахожусь и не стесняюсь сказать, нет, давайте-ка еще раз пересчитаем. Это нормально, я считаю. Общественные наблюдатели обладают не только правами, но и обязанностями. За допущенные ими нарушения грозит штраф до 1000 рублей. Запрещено, например, агитировать или участвовать в подсчете голосов. С участка наблюдателя могут даже удалить. Но такого на Колыме еще не случалось. Сегодня закончили досрочное голосование на всех колымских судах, которые несут вахту в Охотском море. Это почти 600 человек. Вертолеты «Высокопроходимая техника» продолжают выполнять маршруты в труднодоступные районы Магаданской области. Члены обл. избиркома до 17 марта обязаны предоставить право проголосовать 3000 избирателей. Для участия в выборах зарегистрированы 8 кандидатов. Самовыдвиженец Владимир Путин, либерал-демократ Владимир Жириновский, представитель КПРФ Павел Грудинин. Ксению Собчак выдвинула гражданская инициатива Сергея Бабурина Российский общенародный союз. Максим Сурайкин идет на выборы от партии «Коммунисты России». Борис Титов от партии «Роста», Григорий Явлинский от «Яблоко». Президента страны колымчане будут выбирать 18 марта. Правом выбора обладает 70 тысяч магаданцев. Три проекта благоустройства готовы выйти на голосование. Авторы работ впервые получили право представить и защитить идеи перед архитекторами и строителями города. Обсудили реконструкцию маски «Скорби», благоустройство территории Северного Сияния и сквера имени Болдырева. Больше всего внимания собрал сквер, над которым работали профессиональные архитекторы и студенты. Схлестнулись практичность и креатив. Новый асфальт с ограждением и арт-объекты с выставочной экспозицией, зоной отдыха, этнополяной, скамейкой-вертушкой, которая может оставаться сухой в любой дождь и многим другим. Хочется сделать жизнь в городе лучше. И это реальный шанс, правда, что-то принести свое. Проект родился за 10 дней. Самое сложное, говорят авторы, сделать идеи комфортными и доступными каждому. Мне действительно просто хочется, чтобы город был красивым, и у меня есть какие-то идеи. В работу студентов все же добавят реальности и практичности, которые почерпнут из проекта профессиональных архитекторов. Голосование за проект благоустройства города пройдет 18 марта на выборах президента России на всех избирательных участках Магадана с 8 до 20 часов. К реализации выбранного горожанами проекта приступят уже в этом году. Независимо от того, какой проект победит, городские власти продолжат принимать идеи и предложения новые нестандартные решения. Три проекта благоустройства получили путевку на выборы. Какое предложение будет в лидеры и будет реализовано в этом году, станет известно через пять дней. Управляющая компания попала под давление городских властей. Навести порядок в общежитии необходимо за два года. В тайме подвала. В частном доме больше месяца магаданец вскрывал труп. Мобильный репортер поймал в объектив армейские причуды. Новый азорный способ расчистки улиц. Да, я слушаю вас. Этот звонок стал решающим для жителей дома «Кольцевая-26». На прямую линию мэра Магадана обратилась Татьяна Дроздова, которая больше шести лет живет в доме, попавшем в зону отчуждения. Капитальный ремонт не делается, антисанитарные условия и долги за коммунальные услуги почти миллион рублей. Жилищные условия, конечно, у нас места общественного пользования в ужасном состоянии. И грибок на стенах, и стены рушатся, потому что с момента постройки этого здания ремонта не было. Подвал дома давно стал местом тусовки, молодежи и ночлежкой. Сюда, прежде всего, повели мэра Юрия Гришана, чтобы в полной гамме красок передать условия жизни. «Два-три раза убирали, его много раз закрывали на замок, постоянно срывают». Душевой на этаже пользуются более двух десятков человек. Помещение с гнилой сантехникой плюс пять. «Вот, вот, там дальше еще лучше. Там вообще тряпками забиты сливы, тряпками просто половыми. У меня есть фотографии». Мэр Магадана порядок начал наводить с ревизии должников. Начнут уборку со сборов по счетам. Составят смету основных ремонтных работ. Проверят качество услуг управляющей компании. «Тут видно, что они не справляются со своими обязанностями. И поэтапно, может быть, в течение года, двух будем наводить в этом доме порядок». Люди просят начать ремонт с душевых и санузлов. Затем можно продолжить работы в общих кухнях. Но решить проблему поможет капитальный ремонт здания. В графике фонда капитального ремонта Магаданской области проект стоит в очереди на 2022 год. В Магадане готовятся к мощному паводку. В связи с обильными зимними осадками управляющие компании подготовили более 500 мешков с песком. Из них можно будет построить заградительные дамбы. Чтобы снять нагрузку на канализационные стоки из дворов областного центра, вывозят снег. На сегодняшний день за город отгрузили 54 кубометра. В апреле и мае дорожники прочистят водопропускные трубы. На складах управляющих компаний складированы мостки, которые позволят временно наладить переправу через потоки воды на дорогах и тротуарах. Ожидается, что сложности могут возникнуть на улицах набережной реки Магаданки, Зайцево и на Портовом шоссе. Спасатели будут мониторить все рейти на территории муниципального образования в паводковый период. Ну и соответственно принимают все меры по предотвращению. На заседании комиссии Магадана по предупреждению чрезвычайных ситуаций отметили, что до конца апреля необходимо завершить технический осмотр насосов обслуживание тяжелой техники. Гашиш, коноплю и марихуану заменяют дешевой синтетикой, амфетамином и мифедроном. В управлении наркоконтроля подвели итоги работы за прошлый год. В 2017-м на Колыме из незаконного оборота полицейским изъято около 5 килограммов наркотических и психотробных веществ на сумму более 10 миллионов рублей. По сравнению с 2016-м годом показатели таких преступлений выросли вдвое. Из 300 наркопреступлений треть связана со сбытом. Всего за прошлый год задержано 138 человек. Более 80% привлекли к уголовной ответственности. Выявлены тысячи интернет-сайтов, на которых размечалась информация о распространении псевдокурительных смесей, миксов и таблеток. Большинство порталов удалось закрыть. Оперативную обстановку на территории обслуживания мы знаем достаточно хорошо. У нас хорошие оперативные позиции. Об этом говорит и количество выявленных нами преступлений, установленных лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотиков. Но вместе с тем, такой мониторинг, комплексный анализ хорош тем, что мы получаем общую картину по всем направлениям. Растёт и количество лиц, поставленных на учёт в Магаданском наркологическом диспансере. В прошлом году с диагнозом зависимости и на лечение к медикам поступило 38 человек. Большинство из них удалось вернуть к прежнему образу жизни. Всего за прошлый год в регионе реабилитационную помощь получили около 700 человек. Больше месяца в подвале мужчина скрывал труп своей сожительницы. О её пропаже заявила социальный работник. Около месяца погибшая не приходила за пенсией. Тело женщины нашли в частном доме на Кожзаводской, в котором они проживали. По версии следствия, мужчина с женщиной поругались. Ссора закончилась драмой. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При избрании меры пресечения судом принят во внимание тот факт, что обвиняемый ранее судим и отбывал наказанием в исправительной колонии за причинение тяжкого вреда здоровью и этой же потерпевшей. В отношении подсудимого возбудили уголовное дело. 15 лет лишения свободы. Максимальный срок, который ему грозит. Как надо убирать снег с плацами. В пандемии. Мобильный репортер нескучно проходит срочную службу в одной из воинских частей и Дальнего Востока. Уборка снега сослуживцы занимаются коллективно и оригинально, чтобы сэкономить время и уберечь инвентарь. Такого я еще не видел. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок МТК Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8 914 859 90 60. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин